В 2012 году в Томске, в 2013 уже в 120 городах России, в 2014 в 500 городах 7 стран, а в 2015 уже во множестве населенных пунктах 15 стран мира. Каждый год общественная акция «Бессмертный полк» расширяет географию и увеличивает количество участников. Инициатива «Томичей» нашла отклик в Донецкой и Луганской народных республиках. 9 мая в общественной акции примут участие и жители нашего города. В местном отделении общественного движения Донецкая республика обещают, в День Победы «Бессмертный полк» обязательно прошагает по улицам Харциска. 9 мая руководитель исполкома Харцисского отделения общественного движения Донецкая республика Александра Генерозова на митинг пойдет вместе со своим дедом в составе «Бессмертного полка». Это мой дед Киселев Алексей Харитонович. Он воевал с первых дней войны. Он офицер. Встретил первые дни войны в Белоруссии. И потом моя бабушка с тремя детьми бежала от наступающих немцев, а он продолжал воевать. Вот такие портреты. Мы советуем сделать небольшую палочку. Знаете, чтобы легче было нести. Это будет красиво, это будет символично. И управление образованием, и все государственные структуры, и культурные учреждения. Наши все первичные ячейки, которые созданы именно по месту жительства, то есть не привязаны ни к какому предприятию, ни к какому учреждению, они тоже будут участвовать. Всем, кто желает принять участие в акции «Бессмертный полк», стоит заранее начать подготовку. Фотографии можно сделать в любом фотосалоне нашего города. Стоит это недорого, только нужно принести желательно фотографию. Именно саму фотографию. Пусть даже наималенькая, не на флешке. Потому что на флешке получается немножко хуже. В прошлом году несколько десятков харцезян, что называется по зову сердца, присоединились к акции «Бессмертный полк». Спиридонова Светлана, она сейчас из банковской ячейки со своим мужем. Потом Зина Недоступова, они сейчас занимаются волонтерами по выдаче гуманитарки по улице Вокзальной. То есть наши самые активисты. Позвали, а мы что, забыли наших предков? Естественно, нет. Плюс было поддержано учителями, управлением образования, детьми, их родителями. И поэтому у нас вот так стихийно и образовался такой бессмертный полк. Фронтовики, не дожившие до 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2016 года могут снова оказаться в строю. Вместе со своими детьми, внуками и правнуками. Формировать отдельную колонну в Харцезке не планируется. Нет, отдельно не получится пройти и незачем. Почему? Потому что будут идти на 9 мая у нас каждый класс со своим классом, каждое предприятие со своим предприятием будет идти. И зачем нам делить отдельно живых и мертвых? Активисты общественного движения Донецкая Республика призывают харцезян стать участниками акций и 9 мая прийти на площадь к Вечному огню вместе с фотографиями своих родственников, которые более 70 лет назад на фронте, в подполье или в тылу приближали этот долгожданный день – День Победы.